Закон-то на самом деле правильный, в принципе, и Европа давно уже и повысила стоимость сигарет. То есть, например, в той же самой Европе, в Германии, пачка сигарет стоит 5 евро, причем не полная пачка. То есть в автомат, если 5 евро кидаешь, там 17-18 сигарет такие пачки. И там-то давно уже с этим борются, и в питейных, например, заведениях уже давно нельзя курить. То есть, правда, там придумали, как обходить это. То есть, организуются клубы, ну, клубы по интересам, например, клуб курильщиков или клуб для курящих. То есть, как бы любой посетитель, он соглашается с тем, что он принимает условия этого клуба, и, пожалуйста, может курить. То есть, там, в принципе, курят все, да, и дым висит коромыслом. Но, конечно, закон правильный, да, потому что, естественно, курение на лестничных площадках, условно говоря, либо в каких-то публичных местах, человеку не курящему... Понимаете, это то же самое, что, ну, например, понимаете, зайти в лифт, например, испортить там воздух, да? То есть, когда вы стоите, вот, а с вами едут какие-то другие люди. Это то же самое, что закурить вот в месте, где находятся другие люди. То есть, это просто полнейшее неуважение, и, то есть, как бы надо соблюдать, да, интересы тех, кто находится рядом с вами, кто этой привычкой не страдает. Но, с другой стороны, понятное дело, что у нас огромное количество курящих людей. Значит, понятно, нужно подумать и о том, чтобы соблюдались и их интересы, и права в том числе. И в этой связи меня очень удивило, например, решение суда о демонтаже курительных комнат в Аэропату-Шереметьево. Простите, а куда деваться курильщикам? Понятное дело, что если демонтируют эти вот более-менее цивильные аквариумы, в которых они там стоят и наслаждаются табачным дымом, понятное дело, что они курить-то все равно хочется. Значит, они пойдут либо курить в туалет, либо в какое-то другое место. Но давайте им предоставим там, условно говоря, ну, хочется человеку покурить, ну, пусть он идет в этот курительный корм, в комнате курит. Значит, их нужно не демонтировать, а их нужно, наоборот, делать больше. Понимаете, чтобы человек, не мешая окружающим, мог, условно говоря, воспользоваться возможностью подышать табачным дымом.